Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у 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 нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! 11 декабря. Житие преподобного Отца нашего Даниила Столпника. Преподобного Отца нашего Даниила Столпника сию ветью райскую возрастила Месопотамия. Он родился в селе, называемом Вифара, и лежавшем около города Самосад от христианских родителей Ильи и Марфы. Мать его была неплодной, не рождала, и через это должна была переносить немало неприятностей и укоризм, как от своего мужа, так и поношений со стороны родственников и родственниц. Однажды в полночь, находясь в состоянии сердечной тоски, она потихоньку вышла из своего дома и, простевши руки к небу, обратилась к Богу с такой многослезной молитвою. «Господи царю, Ты изначально создал мужа и жену и сказал им, плодитесь и размножайтесь. Ты даровал Саре на старости Исаака, Анне Самуила или Совете и Анна. Помилосердие же и над моим таким же несчастьем, и, милостиво презрев на меня, разреши мое неплодство. Сними с меня позор и дай плод моему неплодному чреву, дабы я могла данные тобою принести в дар тебе, как некогда Анна принесла тебе Самуила». Помолившись так сокрушенным своим сердцем и духом смиренным, Марфа вернулась к себе в дом и едва лишь заснула, как увидала во сне два больших и весьма светлых светильника, похожие видом на блюдо, постепенно спускающиеся с неба на ее голову. Утром встав, она рассказала о видении своему мужу и родным, и они всякие по-своему старались объяснить ей ее сон. Между тем, этот дивный сон был предзнаменованием того, что от нее родится сын, который сиянием добродетелей своих затмит, как бы самые звезды. Вскоре после этого Марфа зачала в очреве своем и родила сына. Рождением этим она освободилась от причинявшего ей такую скорбь своего неплодства. Столь знаменательным было начало жизни блаженного Даниила на земле, и так чудесно появился на свет тот, кто стал впоследствии поистине сыном света. До пяти лет отрок рос без имени, потому что родители не хотели сами дать сыну своему имя, но желали, чтобы тот, кто родился по дару от Бога, от Бога же получил себе и имя. Поэтому они привели его в один монастырь, принеся сюда и дары Богу, и просили игумена наречь имя их сыну. Игумен, вдохновленный Богом, отвечал, что его надо назвать тем именем, которое откроет сам Бог. Смотря на отрока, он велел подать себе книгу из алтаря церковного, и, разгнув ее, нашел в ней некоторые слова святого пророка Даниила. Поняв из этого, что так благоволил сделать сам Бог, чтобы имя этого пророка дано было и отроку, он назвал его Даниилом. Это же было предзнаменованием того, что отрок сей будет подобен великому пророку, как по имени, так и по благочестию. Родителям хотелось, чтобы их сын тотчас же был посвящен на служение Богу при этом монастыре. Но игумен не согласился на это, потому что отрок был еще слишком мал. Поэтому родители возвратились с ним домой по промышлению Божию. Дабы отрок сей впоследствии избрал доброе житие не по желанию других, а по своему разумению и добровольно. Но и по младенческому возрастанию этого всего отрока можно было судить о том, что из него выйдет человек добродетельный, подобно тому, как и дерево доброе со дня своего насаждения дает уже признаки последующего плодоношения. Покров добродетельности всюду сопровождал его, ибо он ходил во свете благодати Божией. Когда отроку исполнилось 12 лет, он ушел из дома отца своего, никому не сказав о своем уходе и намерении. А между тем он решил уже совсем покинуть ради Христа своих родителей, родину, сродников и друзей, и направился в монастырь, находившийся на расстоянии 23 стадий от его родного села, стадия около 88 сажений, 20 стадий, несколько более трех верст. Упав на колени перед Игуменом, Даниил умолял его о принятии в число братьев и пострижении в ангельский образ. Так называется пострижение в иноческий сан, ибо главное назначение иночества – уподавление бесплотным чинам через молитву и подвижничество. Но Игумен, ссылаясь на слабость сил и юношеский возраст просящего, ответил Даниилу, что он, как совсем еще юный отрок, не в состоянии будет вносить тех многих трудов иноческих, нелегких для людей совершеннолетних, каковы, например, непрестанное бдение, земные поклоны, посты, телесное целомудрие и совершенное отречение от своей воли и от всякого плотского желания. А посему он советовал отроку вернуться обратно к родителям и пробыть там некоторое время, а не браться за такие труды, которые превосходят его юные силы. «Я для того и пришел сюда», – отвечал Даниил Игумен, – «чтобы жить для Христа и умереть для мира. Если бы даже от совершеннейших иноческих подвигов мне пришлось и умереть, то все же это несравненно лучше, чем уйти отсюда ни с чем. И скажу словами Евангелия, положивши руку свою на плуг и оборачивающийся назад, возвратите, ненадежен для Царства Небесного». Игумен снова долго увещевал Даниила отказаться от своего намерения, но и от него услышал много возражений. Наконец, будучи не в состоянии отговорить Даниила от его намерения, и усмотрев в нем твердую решимость и искреннюю любовь к Богу, Игумен созвал братья и советовался с ней, можно ли принять в монастырь столь юного отрока. Братья, удивляясь мужеству отрока и твердости его духа, и усматривая в нем призвание Божие, соизволили принять его в сожительство с собою. Даниил же пламенел духом, преуспевая в добродетели и жизни по Боге. Между тем, по прошествии некоторого времени, родители Даниила узнали, что он находится в том монастыре. Они возрадовались, но вместе с теми и удивлялись тому, что столь юный отрок сам себя отдал на служение Богу. Отправившись к нему и увидевши его еще непостриженным и ходящим среди иноков, еще без иноческого одеяния, они стали просить Игумена о том, чтобы он постриг их сына на их глазах и облег бы его в одежду иноческую. В воскресный день после совещания с братьей, Игумен постриг Даниила в иноческий чин, причем не велел родителям приходить к сыну часто. После этого они с радостью возвратились в свой дом. Блаженный же Даниил преуспевал и укреплялся духом, возрастая не только летами, но и добродетелями. Началом досточудного этого жития и источником всех происшедших отсюда последствий было следующее. Сердце Даниила воспылало божественной любовью, и он возымел непреодолимое желание поклониться святым местам, где пострадал за нас Господь наш Иисус Христос, где он был погребен и воскрес, и откуда он вознесся на небеса. Вместе с тем он горел духом, увидать великого подвижника того времени, святого Симеона Столпника. Пришедший к Игумену, он открыл перед ним свое желание и просил отпустить его в избранное им путешествие. Игумен на этот раз удержал Даниила, но потом, сам имея надобность, ради нужд церковных идти в Антиохию, взял с собой Даниила и еще несколько человек из братьев. Когда они дошли до селения, называемого Теланиссой, в недалеком расстоянии от которого подвязался святой Симеон Столпник, то отправились к его столпу. Видели они суровость той местности, высоту столпа, и узнали, что несмотря ни на что, сей подвижник терпит на столпе своем и зимний холод, и летний зной, и ветры, и дожди. Некоторые неразумные думали, что святой претерпевает все это и тщеславие. Но блаженный Даниил не только удивлялся его терпению, но и сам побуждался к подражанию его. Когда пришедшие иноки, стоя внизу, окликнули, святой Симеон взглянул на них сверху, велел приставить лестницу, если хотят войти к нему. Тогда и обнаружилось, кто как относится к преподобному. Один сказался больным ногами, другой отказался за старостью, а иные уклонились еще по некоторым другим немощам. Даниил же, взойдя на лестницу, быстро вошел по ней и с радостью приветствовал великого Симеона. И не напрасны оказались труды его, ибо сначала он выслушал от подвижника наставление и подвигся через это еще более к добродетельной жизни. Затем Даниил сподобился от него благословения, подаваемого через возложение рук, и, наконец, услыхал от него о своей будущей жизни. Подвижник, обращаясь к нему, пророчески говорил ему, «Мужайся, чадо, и да укрепится сердце твое, ибо тебе предстоит подъять на себя ради Христа труднопереносимые подвиги. Но Сам же Христос будет для тебя во всем и помощником. Он укрепит и утешит твой дух». После такой исполненной любви, довольно продолжительной беседы со святым, блаженный Даниил сошел вниз, а затем возвратился в монастырь. Через несколько времени, когда игумен того монастыря отошел ко Господу, братья принуждало Даниила принять после него игуменскую власть. Но он, указав им вместо себя другого, начал сам искать безмолвие, говоря сам себе, «Вот, Даниил, ты стал свободен, и наступило время для исполнения того, к чему ты прежде так стремился. Поэтому иди по желанному пути и исполни свое намерение». Так, решив, Даниил вышел тайно из монастыря и пришел к той ограде, которая была около столпа святого Симеона. Пробыв здесь 14 дней, он хотел уже уйти. Но святой Симеон, любя Даниила, посоветовал ему остаться с ним. Даниил же, имея сильное желание видеть святые места в Иерусалиме и уйти во внутреннюю пустыню на подвиг безмолвия, пошел в путь по направлению к Палестине. В Палестине в то время происходили войны. Самаряне восстали против христиан. И оттого дорога по той местности была небезопасною. Все это Даниил знал, но всем этим он пренебрег и с твердым намерением и безбоязненным сердцем, не страшась смерти, начал путь свой, весь объятый одним только сильнейшим желанием совершить свой путь, издавна намеченный. Пройдя довольно значительное расстояние, он встретил некого его почтенного инока, преклонного годами, благообразного на вид с седыми волосами, по всему похожего на преподобного Симеона Столбника. Обняв Даниила, старец спросил его по-сирийски, куда он идет. Даниил отвечал, что если Бог благословит, то ко святым местам. Старец сказал, верно, сказал ты, если Бог благословит. Теперь же знай, наверное, что твое настоящее путешествие не с Божьего благословения. Разве ты не слыхал про мятежи и распри в Палестине? Даниил отвечал, слышал, но я надеюсь на Бога, Он будет мне помощником, и потому я думаю, что со мной не случится ничего худого. А если и случится что-нибудь такое, то я не боюсь, ибо живем ли или умираем всегда Господни. Но Старец в ответ на это привел Даниилу слово пророческое. Не дашь во смятение ноги твоей я, ниже воздремлет храняй тебя. Псалом 123. Ангел. Даниил же, возражая старцу, высказал готовность даже и умереть за Христа во время этого путешествия. Тогда Старец с гневом отвернул от него лицо свое и произнес, Бог не повелел нам безвременно подвергать себя смерти, и как бы по неволе идти на верную смерть, когда изрек, если гонят вас в городе семь, бегите в другой. Даниил начал склоняться к совету старца и сказал ему, если отче тебе представляется так, я готов возвратиться назад. Старец же отвечал, я советую тебе не совсем оставить свое решение, а указываю лишь на то, что было бы неразумно идти тебе туда в настоящее неблагоприятное время. Теперь же иди в Византию по обилию святынь, представляющей собой Второй Иерусалим, благодать которого ныне почивает на ней по повелению Божию. Там ты можешь посетить очень многие церкви и насытиться созерцанием многих святынь. Если же решишься посвятить себя подвигу безмолвия в Верхней Лефракии или при самом устье моря, то это будет для тебя спасительно, и Бог поможет тебе в этом. Вообще, возлюбленный, не следует думать, что ты можешь найти Бога в Иерусалиме, а не в Византии, ибо Бог не ограничен никаким пространством. Пока они таким образом беседовали друг с другом, солнце начало закатываться, и встретился им на пути монастырь, которому для ночлега нужно было свернуть с дороги. Они и направились к этому монастырю. Старец сказал Даниилу, иди ты впереди, а я пойду следом за тобою. Даниил подумал, что царцу нужно зачем-либо остановиться, и он пошел вперед, и пришедший ко вратам монастырским сел подождать царца. Но так как старец не являлся, то Даниил подумал, что он пошел для ночлега в другое место. Войдя в монастырь, он приветствовал игумена и братья, и вкусил предложенные ему пищи. Когда затем он заснул, то снова явился ему во сне тот старец, и снова стал советовать ему исполнить то, что он говорил ему во время пути, и поскорее направиться к Византии. Пробудившись от сна и никого около себя не видя, Даниил размышлял, кто это явился ему, человек или ангел. А был то Симеон, великий столбник. После такого видения Даниил совершил утренние молитвы и пожелав мира, обитавшим в монастыре, том иноком, направился к Византии. Дойдя до морского берега, преподобный вошел в церковь святого архистратига Михаила, воеводы сил небесных, и пробыл в ней семь дней. Здесь он услыхал о том, что в Анапле есть один пустой идольский храм, в котором живет много нечистых духов, так что никому нельзя было проходить мимо того места. Плывущих они потопляли в воде, а на проходящих нападали, как разбойники, и убивали. Услыхав об этом, святой решил идти туда и жить там, вспоминая о великом Антонии, который претерпел много зла от бесов и, наконец, с помощью Божией, победив их, сподобился великих почестей. Поэтому Даниил отправился в пустой храм, вооружаясь одним непобедимым оружием Святого Креста, и вместе с тем воспевая, «Господь просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся!» И прежде борьбы полчища бесовское пришло уже в ужас, а этот духовный воин, обходя углы храма, ограждал их крестным знамением, каждый раз преклоняя колено и молясь Богу. Когда настал вечер, пришел начальник бесов и начал бросать в Святого камнями. Мужественное терпение преподобного, с коим он стоя на столпе переносил все перемены воздуха, достаточно засвидетельствована вышесказанными дождями и бурями. Но чтобы не опустить из внимания чего-либо достойного памяти Святого, припомним еще следующее. Однажды стояла чрезвычайно суровая зима, дули сильнейшие ветры, гораздо более нестерпимые, чем те, о которых говорилось выше. Был и снег, и лед, и морозы, а преподобный не только не имел над своим столпом никакой крыши, но лишился даже от ветра и того кожаного куколя, который был на его голове, и который унесен был ветром далеко в пустыню. Так стоял добровольный мученик целую ночь, перенося суровость зимы и лютость мороза. Днем же поднялась такая сильная вьюга, что ученики Святого не могли ни глаз своих поднять к столпу, ни оказать Святому какой-либо помощи. По прошествии дня наступила еще более суровая ночь, а затем опять такой же день и такая же ночь, и лишь на третий день буря несколько утихла. Тогда, только приставив лестницу, ученики поднялись на столп к преподобному и нашли его всего с ног до головы обледеневшим, еле дышащим, и едва отогрели его, обтирая тело теплой водой и губкой. Придя в себя, преподобный сказал ученикам, «Зачем вы хлопочете около меня? Зачем вы разбудили меня от сладкого сна? Я только что заснул с молитвой на устах, однако благодарю вас, дети мои, что вы имеете заботу обо мне, отце вашем». Христолюбивый царь, узнав об этом, долго упрашивал святого со слезами и кланяясь ему в землю, чтобы он позволил приделать в столпу только какую-нибудь крышу. «Пощади себя», говорил он ему, «если не для себя, то хотя для нашей пользы, дабы не умереть себе преждевременно и не оставить нас сирыми». Видят слезную просьбу царя, преподобный позволил устроить крышу над своим столпом, но не для своего облегчения, а ради усердной просьбы царя, который имел к святому такую любовь и уважение, что приводил всех приходивших к нему послов и великих князей к столпу преподобного, то сам лично, то со своими придворными вельможами. Приходившие же удивлялись столь великому мужеству преподобного отца, которым он переносил днем и ночью и сужу и жар, и обыкновенно уходили от него с чувством духовного умиления и с великой и духовной пользой для себя. Через некоторое время Гензерих, как король вандальский, объявил войну против греков и подошел к Александрии с многочисленным войском. Греческий император, смущенный этим нашествием иноземцев, пришел с своим синклитом к преподобному Даниилу Столпнику, желая получить помощь от его святых молитв. Провидя будущее, преподобный предсказал царю, что Гензерих не только не возьмет Александрии, но и во всех своих замыслах потерпит неудачи и вернется домой без всякого успеха. Все предсказанное преподобным действительно сбылось, и в благодарность за это благочестивый царь пожелал устроить при столпе преподобного кельи для помещения в них его учеников. Преподобный же просил царя соорудить вместо того церковь во имя преподобного Симеона Столпника и перенести в ней из Антиохии святые мощи его. Царь немедленно устроил в честь преподобного Симеона церковь на северной стороне от Столпа Даниилова и при церкви в странноприимный дом, а затем, согласно желанию преподобного Даниила, перенес в новоустроенный храм, подобающий честью честные мощи святого Симеона. Преподобный Даниил был глубоко обрадован этим и по случаю перенесения мощей обратился к народу с набежащим поучением. Нравом своим преподобный был незлобив и к врагам своим относился с любовью. Однажды некто поносил святого, а когда, слушавши его народ, возмутился этим, он, показывая ему печеную рыбу, говорил, вот кто ест ваш постник. Когда после этого и сам он, и жена его с детьми поели этой рыбы, то они сейчас же впали в сильный недуг, от которого преподобный исцелился своей молитвою, не памятуя зла и не воздавая обиды за обиду. В благодарность за столь великую к ним милость незлобивого отца они соорудили серебра его изображения, на коем они были представлены лежащим у ног преподобного и были подписаны имена их. Икону эти они поставили в церкви святого Михаила Архистратига Небесных сил. При своем незлобии преподобный Даниил имел еще великий дар столь благодатного слова, что слушатели от его наставлений приходили в глубокое умиление и очень многие получали от них великую духовную пользу, исправляя жизнь свою. При царском дворе находился один именитый воин по имени Эдран по происхождению галатянин, отличавшийся здоровьем и воинскими доблестями. Пришедший к блаженному Даниилу и услыхав его душеполезные поучения, он пришел сердечное умиление, немедленно же отрекся от мира и вместе с двумя своими друзьями присоединился к ученикам преподобного. Услыхав об этом, царь весьма сожалел о нем, как о храбром воине и послал уговорить его вернуть все к нему во дворец, но тот пренебрег вниманием царя. Какая польза человеку, сказал он, если весь мир приобретет, а душе своей повредит. После этого приняв пост стрекотрухи преподобного, он стал подражателем ему в воздержании, вкушая пищи лишь столько, сколько нужно для того, чтобы не умереть с голоду. Равным образом испал он очень мало, и то стоя или несколько присаживаясь на привешенную веревку. Впоследствии за свою добродетельную жизнь он приобрел любовь царя, и тот навещал его, когда приходил к преподобному Даниилу. Прожив таким образом продолжительное время, он с миром приставился. После того подражателем жития всего подвижника в иночестве Тита был слуга его Антоний. Спустя некоторое время царь Лев выдал свою дочь Ариадну замуж за Зенона и Саврянина впоследствии императора византийский 474-491 годы, которого и послал с войском против варваров, вторшихся во Фракию. Перед походом Зенон отправился к преподобному Даниилу Столпнику и святой предсказал ему весь исход войны, с которой он вернется невредимым и затем после тести своего царя Льва получит царский скипетр, но по зависти родных лишится царской власти, а потом снова получит ее. Все это в свое время избылось. Когда Зенон воцарился после смерти Льва и просарствовал три года, то против него восстал Василиск, брат верины жены покойного царя Льва Василиск царствовал 474-477 годы. Удалив Зенона, он захватил престол греческий и, будучи приверженцем ереси и стихии, возбудил большую смуту в церкви Христовой, отвергая собор Халкидонский и распространяя еретическое учение. Собор Халкидонский, четвертый вселенский собор, происходил в 454 году. На нем осуждена ерес истихия, иначе монофизитская, признававшая во Христе лишь одно божеское естество, будто бы поглотившее собой естество человеческое. Тогда, как и патриарх Константинопольский 471-489 годы патриаршествовал, собрал православных епископов, хотя и с боязнью противился царю, но не имел никакого успеха. Поэтому он послал нескольких епископов к преподобному Даниилу со слезной просьбой сойти со столпа и явиться к ним в столицу на помощь церкви воинствующей. Преподобному весьма не хотелось сходить со своего места, хотя бы и на малое время. Однако, видя нужду церкви и, будучи призываем к тому же и божественным голосом свыше, сошел со столпа и явился в оград к патриарху и находившимся при нем епископом. В честь встречен был он епископами и принят был ими с несказанною радостью. Услыхав о прибытии преподобного и не желая встречаться с ним, царь удалился из города в свое поместье, находившееся около столицы, но преподобный последовал за ним и туда. Но так как он не имел возможности дойти туда сам, ибо от продолжительного стояния ноги его оттекли и покрылись многочисленными ранами, то его понесли на руках верующие. По дороге попался им навстречу один прокаженный человек. Увидев преподобного, он начал с рыданием просить его об исцелении. Жалившись над ним, преподобный помолился о нем и велел ему вымыться в находившееся возле моря. Тот омылся и вышел совершенно чистым и здоровым. Слух об этом чуде тотчас же повсеместно распространился и к преподобному стало стекать множество народа с больными, которые по молитвам преподобного и получали исцеление. Окруженный таким множеством народа, собравшегося к нему ради чудес, преподобный приблизился к царскому дворцу, находившемуся в поместье. Один гатянин, нагнувшись сверху через окно и увидев святого, несомого на руках, засмеялся и сказал, вот, еще новый анфипат. Это басеначальник, иногда правитель города. Едва он произнес это, как тот час подвергся наказанию Божьей, он внезапно упал сверху на землю и разбился до смерти. Царь же, узнав о прибытии святого, распорядился не пускать его к себе и святой удалился, отрязший прах от своих ног. Но затем царь тот час же послал за преподобным, испугавшись, как бы за непочтение к святому с ним, царем, не случилось какого-либо несчастья, и просил преподобного вернуться к нему. Но он не только не послушал царя, но предсказал еще о его погибели. «Про гневляющий царя небесного», сказал он, «приумножает себе обильные бедствия и собирает гнев на день суда». Сказав это, он отправился в путь свой. И два гонцы, возвратившись, успели передать царю слова преподобного, как вдруг тотчас же упал во дворце один из столбов. Царь, все присутствовавшие, весьма испугались. Так даже недушевленный предмет по повелению Божьей засвидетельствовал непреложность пророчества преподобного и своим падением ознаменовал близость низвержения царя с престола. Возвращаясь в город, преподобный Данил исцелил по дороге двух бесноватых юношей и дочь вдовы. Змеи, нечаянно обвившегося около своей ноги, он удалил одним своим словом, не получив от него никакого вреда. В самом же городе к Данилу приступила одна почтенная женщина по имени Ираида, которая была неплодной, омывая слезами ноги его. Она просила преподобного разрешить ее неплодство своими молитвами. Святой предсказал ей о рождении ею сына и даже самое имя его, «Ты, женщина», сказал он ей, «родишь сына и назовешь его Зенон». Между тем царь стал искать случай, как бы ему помириться и спросить у преподобного прощения, потому что его весьма устрашило падение столба во дворце во время донесения ему ответа Даниилова. Сперва он умолял об этом преподобного через почтенных лиц неискренно, потому что сердце его не перестанно стремиться, не переставало стремиться к беззакониям. Потом он явился к преподобному лично, упал перед ним на колени и просил о прощении. Но преподобный, провидя своими духовными очами злые его помышления, обличил его в этом, сказав присут тошем. Это смирение и раскаяние его притворно. В нем под овечьей одеждой скрывается жестокость волка, но вы скоро увидите над ним правосудный гнев Божий, ибо всемогущая десница Всевышнего не излагает в престолов людей надменных. После всех этих событий преподобный возвратился на свой столб. А спустя немного времени Василиск действительно был низверг с престола, как и предсказал преподобный. Зенон же снова получил скипетр царский и, в виде исполнения предсказания преподобного, пришел вместе с женой своей поклониться ему. В последующее время своей жизни преподобный безотлучно провел стояние на столбе, совершив множество чудотворений. Но по своему смиренно-мудрю и во избежание прославления среди людей он приписывал силу чудотворения не своей собственной добродетельности, а молитвам преподобного Симеона и посему всех приходивших к нему больных он отсылал церковь Симеонову к его святым мощам. Один золотых делмастер принес к преподобному своего сына хромого от рождения, не имевшего возможности даже ступить на ноги, но пол зашел по земле подобно червям на череве. Отослав его в церковь преподобного Симеона, блаженный Даниил велел возложить мощи святого Симеона на ноги хромого и сам дошел до столпа Даниилова радуясь и славя Бога. Другой человек возвращаясь с востока попал в руки разбойников. Весьма сильно избив его, сокрушив ему колено и ограбив, они удалились оставив его еле живым. Проходившего мимо его путешественники увидев его изнемогающего от ран, жалились над ним и перенесли его в город Анкиру. Епископ того города предложив по отношению к больному все свои попечения. Вызвал к нему самых опытных врачей и вылечил его от ран. Тем не менее, и поправившись от ран, тот не мог ходить, потому что ноги были сильно повреждены. И хотя все раны на них зажили, но достаточной для хождения силы не было. Лишившись употребления ног, больной стал просить епископа отнести себя к преподобному Даниилу. Его положили неподвижным, как бревно, на повозку и повезли в таком виде к столпу этого безместного врача. Даниил, отослав хромов церковь преподобного Симеона, велел помазать его илеем, взятым от цветых мощей. И этим тотчас же исцелил его. Голени и ступни у него внезапно окрепли, он сам поднялся на ноги и стал ходить, восстылая благодарение Богу и его святым угодникам Симеону и Даниилу. Один испанский сотник имел такую глубокую веру в преподобного, что всякий раз, как кто-нибудь из его слуг, родных и знакомых заболевал, он писал преподобному и просил его исцелить заболевшего. Когда затем к нему приносили от преподобного ответное письмо, он возлагал его на больного и больной тотчас же получал исцеление. А одна нищая, имея двенадцатилетнего сына, немого от рождения, принесла ушла. Преподобно увидев отрока со столпа, велел своим ученикам взять его, чтобы он жил между ними. Ученики же думают, что отрок молчит, наученный матерью, притворяясь ним им ради бедности и с целью более легкого снискания себе пропитания. Причиняли ему немало зла, заставляя его то страхом, то побоями что-нибудь проговорить. Иногда же они кололи его во время сна строконечным орудием или ударяли колючими ветвями, чтобы внезапно пробудившись, он произнес какое-нибудь слово. Но когда они окончательно убедились в его немоте, то донесли об этом преподобному. Он велел помазать язык немого святым елеем. И когда в воскресенье за святой ритургией дьякон приготовился читать святого Евангелия святое, а присутствовавшие по обычаю воспевали «Слава тебе, Господи!», то и отрак отчетливо и громко произнес «Слава тебе, Господи!» И с этого времени он стал хорошо говорить. Достигнув глубокой старости, преподобный приблизился к своей блаженной кончине. Провиде и он предсказал об этом своим ученикам и написал им следующее завещание «Чадо и братья мои, ибо вы для меня действительно и чадо, потому что духовно я породил вас, и братья, потому что общий всем нам Отец Бог, и к общему нашему отцу я и отхожу. Но я не оставляю вас, моих возлюбленных, плачущих, о разлуке со мною сиротами, а поручаю заботу о вас отцу нашему, который вместе с вами создал и меня. Посему он все сотворив разумом и премудростью, а затем преклонив небеса и сойдя на землю претерпел смерть. И воскресший нас ради да будет с вами, как премудрый охранитель вас от дьявола, как Господь, он будет сохранять вас в послушании его святой воле, а как Отец ваш, он будет призывать вас к себе с милосердием и с распростертыми объятиями всякий раз, как вы будете согрешать и падать. Как предавший себя на смерть за нас, он досоединит вас с взаимным единодушием и допривлечет вас к своему небесному Отцу. Стремитесь к смирению, будьте послушны, любите странно приимство, посты, бдение, нищету, и особенно наблюдите первейшую и главнейшую заповедь, заповедь любви, а также все то, что свойственно людям благочестивым, наблюдите веру истинную, чуждайте теоретических лжеучений и ни в чем не отпадайте от матери вашей святой церкви. Если все это исполните, будете совершенны в добродетелях. Написав своим духовным детям такое духовное завещание, преподобный велел его прочитать им, а они плакали, готовясь к разлуке с ним. За три дня до блаженной кончини преподобного в полночь некоторые из наиболее достойнейших учеников его, сподобились видеть, как Даниила, явились посетить все святые угодники, пророки, апостолы, мученики. Приветствовав его, они повелели ему удостоиться божественных тайн. Когда же настал самый день кончины преподобного, то прибыл патриарх Исимий приемник Акакия, вместе со всем своим клиром вышеупомянутой же богобоязливой женщиной Ираида, у которой по молитвам Даниила разрешилось неплодие, приготовила все необходимое к досточестному погребению святого. В это время случился тут один бесноватый человек, который стоя у столпа говорил, что видит ангелов и много святых, шествующих с неба к преподобному, и даже называл по именам тех святых, коих он видел. Преподобный же и богоносный отец наш Даниил радуясь о кончине своей, предал честную и святую душу свою в руки Божие, будучи восьмидесяти лет и трех месяцев от роду. Он представился 11 декабря 489 или 490 году. На столпе он подвязался более тридцати лет. Немедленно по представлению Даниила вышеупомянутый бесноватый избавился от мучения дьявольского. Когда преподобный скончался, на небе появились против столпа его три звезды наподобие креста, которые днем при свете солнечном сиялись неизреченной силою. И видны они до тех пор были, пока не было погребено святое тело преподобного мужа там же у столпов его. Вместе с ним положены были мощи святых трех отроков павелонских ананий азария и месаила согласно предсмертному завещанию преподобного для того, чтобы приходящие для поклонения к его могиле вызывали честь не его мощам, а мощам тех святых отроков. Так смиренный во время жизни своей остался смиренным и по кончине, уклоняясь от человеческого прославления. Но сам Бог прославил прославляющего его, как на земле перед людьми чудесами, так и на небе перед ангелами своими, будучи и сам прославляем всею тварью вовеки. Аминь. Богу нашему слава вовеки веков. Аминь. Просим приходите подписывайтесь и будете регулярно получать с нашего канала.